и снова здравствуйте на связи артем абрамович и канал финты wordpress сегодня будет видео из серии основа wordpress и мы поговорим про меню как элемент навигации то есть вот такие вот меню я сейчас покажу как их можно сделать и вообще для пообъясню для чего они нужны и так меню меню это такой базовый элемент навигации на сайтах ну как правило wordpress до используется но с точки зрения wordpress а само меню это некая область вот как виджет да то есть регистрируется просто некая область а потом через админ панель все это дело можно вручную настраивать как угодно причем это было не всегда то есть сейчас иногда это не делается иногда просто автоматически выводится например любые страницы в меню но лучше всего конечно меню настраивать и так давайте вот у меня есть сайт сказкаука . com мы сейчас вот на нем все это дело и поднастроим и так заходим консоль внешний вид меню значит какой момент областей меню может быть сколько угодно на сайте как правило максимально сколько я видел этот 3 да вот как здесь то есть верхняя над шапкой под шапкой и в подвале то есть но сейчас его не видно но я знаю точно что он есть потому что я сам лично регистрировал на этом сайте все это дело и так меню для начала нам надо определиться вот у меня уже здесь принципе все готово но вот если нажать на вкладочку управление областями он вам сразу покажет сколько меню у вас вообще есть сколько областей меню вот он так и показывает то есть верхняя панель под шапкой и в подвале вот сейчас подвале меню и сделаем значит для начала что нам надо да если у вас не готова то создаем новое меню но обзываем его как то так чтобы было понятно создаем все довольно просто и вообще проблем никаких не должно у вас возникнуть итак теперь мы область меню создали обозначили и теперь нам надо наполнить его нужными нам ссылками ну вот например я добавлю страницы так вот все главную добавим а нас контакты карта сайта нажимаю добавить меню вот есть теперь что еще можно добавить вообще в эту область можно добавить все что угодно вот видите да здесь на сайте много пока порядка четырех или пяти даже произвольных записей тоже можно за во первых можно задавать любую за можно выводить рубрики форматы то есть не забывайте да то есть вот эту вкладочку настройки экрана открываете вот здесь можно этим всем управлять если я учат сниму все это дело у меня естественно все еще один прийти исчезла если я обратно галочки ставлю значит она все появляется вот так вот то есть не забывайте про это настройки в меню можно выводить вплоть до конкретного какого-то не знаю конкретной какой-то записи да например или еще чего-то можно выводить просто произвольную ссылку как правило то есть произвольные ссылки но здесь например сделано через страницу здесь страница на которой какой-то контент есть и дальше в этой странице вложенное уже а можно сделать например ну чтобы вот этот верхний пункт меню был неактивным то есть это вот можно произвольную ссылку взять ну как-то его обозвать например программа и вот здесь за место url оставим решетку добавляем в наше меню и теперь можно все это к этому вот к этой произвольной ссылке можно добавить какие-то наши посты например или например не посты а например вот рубрики давайте добавим это точнее рубрики это наши кстати сами записи теперь нам надо все это дело сделать вложено вот прям берем вот я прям беру вот этот и прям перетаскиваю то есть если я сейчас сделаю например вот так вот это будет еще одно вложение вот еще одно вложение ну то есть вот такие можно делать древовидные такие вещи и так указываем в какую область меню он должно выводиться то есть у нас будет в футере и можно установить автоматически добавлять то есть ну вы например создадите страницу и он будет автоматически в этом меню если галочку поставить он будет автоматически в этом меню добавлять но я обычно не делаю так я предпочитаю все контролировать иначе все это иногда плохо заканчивается так давайте посмотрим что у нас получилось вот наше меню как видите ведь все есть теперь еще какие моменты есть я сейчас покажу на вот этом на меню хидер который у меня уже готова что еще можно настраивать собственного меню то значит смотрите наверно все таки топ-бар возьмем вы когда раскрываете любую вкладку да ну вот например вот раскрываем и вот здесь появляется много-много всяких атрибутов то есть эти атрибуты которые воздействуют но вот на конкретный элемент меню вот на отдельный конкретный элемент ну например вот если я возьму здесь вот программы класса да то есть вот здесь могу написать не программы а например наши программы и соответственно у меня текст ссылки вот здесь вот заменится то есть вот здесь будет не программа наши программы ну вот смотрите самое главное нам сохранить все это дело ну вот видите да поменялось можно еще через этот же элемент добавлять какие-нибудь иконочки ну увидели например может у меня на сайте да вот это частенькая вещь такая вот эти вот иконки то есть это иконки используются шрифтовые стандартные иконки в фонда весом которые обзываются и то есть если они у вас подключены на сайте то в принципе их можно вывести такие иконки добавить довольно просто значит что требуется во первых вам надо зайти на сайт фонда весом ссылочка будет под видео и выбирать ну какой вам надо иконку за единственная не рекомендую вот из этого списка иконки добавлять потому что их может не быть просто напросто в подключенных у вас это же в принципе это шрифты и они очень часто обновляются поэтому если у вас не обновленный то их просто может не быть у вас не выведется а вы думаю а вы подумаете что я вас обманул и так ну давайте например вот машинку выведем значит как это все делается выделяете вот эту вот часть то есть именно название класса фа и фа тире там что-то как-то и вот прям вот в это поле где класса css указаны добавляете сохраняете и давайте посмотрим что получилось вот наша машинка видите да ну дальше там еще есть маленькие нюансы с этими меню да можно например описание вывести ну краткая да там например у вас здесь будет статьи написано или там можно еще в описании вывести как там все статьи блога ну ерунда на самом деле это никто не пользуется и никому это нафиг не надо есть еще с меню такая фишка как мега меню но это уже такое знаете как жиру бесится что называется это когда вы наводите например на пункт меню да вот статьи а у вас все стали именно записи выводится на самом деле это никто этим толком не пользуется а сайт это нагружает довольно серьезно поэтому если хотите я потом как-нибудь есть у меня плагин для таких мега мега меню для потом как-нибудь сделаю его описание покажу как собирать там с помощью него именно вот такие вот так вот вот что значит меню я думаю вам все понятно если непонятно пишем в комментариях все что хотел рассказал на этом я прощаюсь не забывайте подписывайтесь на канал всем пока пока